Всех приветствую на аутсвит онлайн. Сегодня первая неделя нового мартовского контракта и есть уже первая динамика, первая кровь и фомка достаточно интересно порадовала повышением процентом ставок. Честно говоря, я думал, что пока Барак Обама не уйдет, поднимать процентную ставку не будут, как тоже слишком. Ну все равно подняли не на особо большой процент, хотя 21 января, если не ошибаюсь, следующее заседание касаемо процентной ставки федеральной жизненной системы. Тут буквально месяц, да, вот как раз подметил Влад, это первое только заседание, может цепочка таких подъемов быть, поэтому здесь стоит следить за тем, скидывают фондовый рынок или уже нет. Это на фоне одного месяца фондовый маркет состояния, ну как видите, совсем немного зеленых участков, в основном Израиль, Либаба, даже штаты с Канадой, так, S&P, как выглядит на фоне месяца, но это относительно последних событий, и Майкрософт, и Гугл. Это топ-компания, наверное, на всей планете. По ETF-шкам картина тоже такая сомнительная, особенно все, что касается нефтяного сектора, тут минус 17 процентов, потом, где-то там, ну, еще такой, более-менее еще финансовый сектор все чувствуют, а так в основном все просадка. Ну, в общем, посмотрите, потому что резкий сброс с фондового рынка как раз будет подсказывать, что похоже, что не остановится Ерин с повышением процентных ставок, и ждем подвоха. Так, S&P. Еще новости на следующей неделе. Забыл, совсем забыл. Экономический календарь. По другим странам. Понедельник, индекс настроений крупных производителей по Японии, и выступление драги. Два часа дня, что-то там тревожит его, послушаем, возможно, будет также вопрос к самой процентной ставке, ну, не пропустите. В два часа, желательно не открывать позиции, вдруг волатильность будет. Вторник. Индекс экономических настроений по Германии. Ой, sorry. Sorry, sorry, sorry. Пропал экономический календарь. Добрый вечер. Все больше и больше. Сейчас. Открою заново календарь, это он куда-то исчез. Из интересного, во вторник, ВВП третьего квартала по штатам, продажи на вторичном рынке жилья. И Канада тоже по ВВП считается вместе с Британией в среду. В среду праздник Японии, день рождения императора. И 24 декабря и 25 декабря Рождество, канун Рождества. В общем, неполная неделя и начинается период праздников. Те, кто работают по объемам, анализируют данные по объемам, фильтрацию можно чуть ниже будет делать как раз уже на следующей неделе. Ликвидность обычно немножко меньше идет, чем относительно осени. Заседание касаемо процентной ставки. 21.01 Европейский Центральный Банк, текущая 0.05 и за Евроцентробанком сразу 27 января опять же будет заседание Федеральной Зеленой Системы. 29 января решение по процентной ставке Центрального Банка Российской Федерации. Ну, это самые основные по процентным ставкам. Так Это склейка двух контрактов СНП в праздники. Ну, 1 января, наверное, точно не будет. 25 декабря будет. Значит, новый контракт только начался, первая неделя, там пока перешли объемы и отталкиваться нужно от уровней. С прошлого контракта вот такая сетка еще осталась и 20.78, 20.93 естественно и не только объемный уровень, но и скорее всего уже психологический. Тут площадка такая, недели три так точно формировали уровень. Здравствуйте. Следующая из свежих локаций это 20.35, 20.48, 2.5 сессии сформировали массив и вот относительно тех уровней, как уходит пятница, я думаю, видно хорошо. Еще попробуем, пощупаем 19.98, 20.10 с этого уровня как раз первая сессия более-менее ликвидная прошла в мартовском контракте. Следующая поддержка уже с прошлого контракта, поэтому она идет второстепенную. То есть сильно огромных надежд на 19.71, 19.88 уже это прошлое. Поэтому могут опять активность какую-то создать, но это не свежие уровни, это не новая кровь, поэтому все объемы, которые зашли в районе 20.35, 20.48, первый такой мелкий массив, не ажиотажно на самом деле. Встретили Фомку, бывало и похуже. Кто давно на рынке, наверное, видал Фомки пожестче. Слабенькая какая-то, такое ощущение, как будто ждали и знали даже дату. В принципе, если в течение января 20.50 так и не получится байрам вернуть и занять коридор выше 20.35, 20.50, скорее всего, ближайшее заседание могут оставить на том же уровне 0.5 и там может весной опять чуть-чуть подымут и как раз начнется там весенний тренд. Ну, неохота, конечно, наблюдать флет всю зиму. Итак, призеров, да, в конце мы поздравим призеров, возможно, еще всего лишь 11.09 по S&P. и какие-то призеры выйдут лидерами до конца Wall Street Online. Здравствуйте, Скорибу, здравствуйте. Так, у нас не можем. Отлично, отлично. Скучноватый, конечно, контракт был, мало хороших таких ударных сессий было. Ну, в начале еще куда не шло, а потом, как начался вот этот осенний депрессивный S&P, скучноватый стало. Так, да, кстати, хотел проанонсировать, очень много изменений произошло с клацей чартом, фильтрация, есть расширенные варианты и в бок-чарте тоже с дельтой обновления прошли. Поэтому, кто последние две недели не торговал, не открывал платформу, советую потратить час времени, как минимум, изучить новое обновление. Так, новые настройки, новые фильтры. Итак, вот такая дельта на новом контракте мартовском. Собственно, даже в процентном соотношении, ну, около троечки, но не гипераномально. 60 тонн бывало и побольше. Ну, собственно, уровень с десяткой и четверкой, вот этот коридорчик. Видите, здесь такие прям четко выделенные массивы дельты. 20.51 и второй десятки, прям до где-то у нас девятка была, вот. 20.44 бакса, так неплохо проработали. Это 17-го числа. В пятницу на дельте на стороне продавца, но это неудивительно после такого сильного движения. на покупку были вот такие слабенькие дельты. Тут пока размещались, пока раскачивались. Поэтому сейчас топовая активность, это вот четверг со своим. На самом деле, четверг... Сейчас, квадсерсайз делаем. 60 баксов ровно. Коридор такой за день прошли. Ну, не слабенько, в общем. Так, открытый интерес. Пока смотреть нет смысла, там только размещаются. Уровни недели выделим. Вот такая вот неделька у нас. Очень стерпно закрылись в среду в районе 20.64, 20.68. Вот так вот сейчас более точно. Уровень ликвидности, как вы видели по отношению к синему контракту, сейчас идет такой чуть-чуть ниже уровень, чем ожидалось. Конечно, под фонку, я думал, будет там вся неделя на огромном объеме, но почему-то есть, конечно, 15-минутные резкие вспышки, но таких прям за целую сессию, чтобы пока еще не было. Значит, 20.33 ключевой, первый проверочный уровень сопротивления. Следующая неделя, следующая неделя короткая будет, скорее всего, там четверг-пятница будет абсолютно пустой. Скорее всего, даже работать надо посмотреть календарь, биржи не работают, скорее всего, да? Кто смотрел уже. Вот, поэтому каких-то шустрых динамик ждать от многих рынков нет смысла. И вам советую тоже сделать выходной. Не стоит сражаться на полупустом рынке, там любая крупная активность может навести волатильность. Ядро вторник, среда и часть четверга как раз вот 20.47 по 20.35. Берем как ядро и уже, если даже будет пробито сопротивление, которое отработали и вчера, и сегодня на Штатах, то еще вот ядро останется как ориентированный уровень. Так, теперь у нас FESX. В конце WorldSuite Online будем по призерам, в общем, отметим талантов. Так, вот FESX. Давайте более точно возьмем склейку. В принципе, ликвидность, которая была на снижении в районе 33.60 по 32.65. Там неплохо шли этот диапазон даже возьмите на мониторинг. Вернулись в этот же коридор и, в принципе, пойди там как знаешь, может быть с него и начнут потихонечку поднимать в район там 34.50. Вот, в общем, чем дольше здесь будет оставаться FESX, там допустим в начале января и начнет ликвидность набирать обороты, могут даже сформировать какую-то площадку. Поэтому, в принципе, если отсюда уйдут на следующей неделе, в течение двух недель ниже 32, тогда уже покупки точно не стоит совершать. Вот этот контрольный уровень. Так, 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 теперь поддержка. Ну, это с прошлого контракта и не сильно объемная, но там формировался как раз разворотец. И достаточно интересная модель получилась, поэтому возьмите, пускай будет. Так, ну, остальные уровни так и остались. С ядрового контракта прошлого и уже практически в середину прошлого контракта осилили. Посмотрим, как раз торгуется относительно свежих уровней. Ликвидность, ну, более-менее, но не такая активная, как хотелось бы на фонку. ДАКС. Здесь достаточно, так, отработали, интересно, 10-150 и 1, 2, 3, 4 подряд сессии идет рост. И пятая сессия, ну, трудно назвать это сильно агрессивным продавцом. То есть она стоит в коридоре четверга и могут потихонечку, потихонечку на 10-500, 10-625 площадку проторговать, ну, там, неделю-две, и уже в середину января могут потихонечку атаковать ядро 10-725, 10-908, 980 – это по прошлому контракту, там плита. Ну, там дальше будем смотреть. Ликвидность, ну, стандартная, без аномальных. Я очень удивлен. Ощущение, как будто, ну, такое событие произошло. Сколько лет федеральная система не поднимала процентную ставку? 6 или 8. Так, здесь надо еще раз выделить уровни, потому что там уже каша. 88900 – тут официальное ядро контракта прошлого. И просто надеюсь, что этот уровень будет хорошим на поддержку. на прошлом из Street Online мы отмечали этот локейшн. 75-600, 76-600. И массив в районе 79-300 по… Так, здесь выделим даже будет более точно 77-600. Массив по 79-300. Значит, будет хорошим, хорошим… моментом на появление восходящей динамики. Ну, естественно, нефть должна остепениться. И, ну, понедельник, вторник, если рванут опять на 80, будет очень хорошо. То есть, вот этот массивчик, как ориентировав, чем дольше будут находиться выше этого диапазона, тем больше шансов, что удержат котировку и не пустят ниже 75-й. Объемов, как видите, покупать маркет нету. Ликвидность идет стандартная ниже стандартного. Опять же, барометр настроения на индексе РТС. Пока стоимость барреля нефти. И интересно, когда становится, на какой цене… Так, 83-700 промежуточная такая активность на продажу. И 80 как первый таргет, который стоит ждать, если все-таки поддержка себя оправдает. Мы еще посмотрим сейчас «Газпром» и «Сбербанк». Там будет картина более четкой. По «Дельте» на новом контракте вот такие были активности байеров. Ну, пока вот пятница на 76-й и сопоставимая «Дельта» с четвергом. Хотя три сессии пытались толкать как могли. Опять же, если это выброс стопорей тех байеров, которые вот в новом контракте потихонечку заходили, то надо ближайшие два дня, понедельник-вторник, увидеть 80-ю, как минимум, ну, хотя бы 78-800. По ценам достаточно так плотно. Стоит выделить 77-200. Тут практически везде отпечатки селлеров. Коридор такой вот опасный. Возьмите внимание. Если очень так трудно будет Артаэсику толкнуть себя на выше этого коридора, то с покупками надо будет повременить. Так, теперь на 15-ти минутном интервале выделим. Так. Еще раз напомню, сервис Арбитраж теперь есть в каждом пакете. То есть он входит уже в пакет как базовый инструмент. Это очень огромный плюс. Можно рассматривать и изучать Арбитражные модели, собрать данные по Арбитражным парам, и исследовать это направление. По Арбитражу немножко захватим в понедельник на открытом вебинаре. Модели рынка, объемные модели и немножко Арбитраж. Так, ну вот плотненько так формировали на трех семерках 78 500. И коварно так пятница ушла на понедельнике. Висит массив такой плотный. И ничего хорошего пока в этом я не вижу. Так, в понедельник, если трудно будет даже этот уровень пройти, лучше остаться в кэше и готовиться к Новому году. Ну и сопротивление 79, 79, 350. Само собой. Значит, коридор 75, 850, 76, 350. Тут возможный вариант, конечно, возврата, если это снятие стопов на пятнице. В противном случае вот последний блокпост 75 100 по 75, 350, 400. Это слаболиквидный понедельник, там еще не все зашли. И ядро текущего контракта 77 700 и 78 500. Даже по 50 тонн 550. Значит, еще раз. Ядро недели. Вот этот массив с трех сессий. Потом сопротивление, массив, который отработали уже на вечерке и сформировали в начале пятницы 76, 750, 77, 300. Первый такой контрольный уровень, который байерам просто необходимо пробить. Само собой, сопротивление на максимуме в неделе, в четверг просто идеальное. И последний блокпост это 75 100, 75 400. Это тут часть понедельника на слабой ликвидности создавала первый маневр на покупку. Ну и на понедельник это уровень пятницы 75, 850, 76, 350. Честно, я бы повременил бы с РТС, сейчас спекулировать на нем. Единственное, да, что спекулировать. Среднесрочная оппозиционная тут ликвидности как таковой на рост нет. Сбербанк. Так, ну возьмем там с первого сентября. И тут надо уже откорректировать уровни 101 по 98. Последний такой активный коридор. Ушли на покупку и вот либо снятие стопов у байеров и надо пройти массив теперь в районе 105. Сейчас мы его выделим. Волатильность чуть-чуть появилась, как видите 105 по 103. На данный момент мониторим, как пройдут этот уровень. Ну и 180, 110 это само собой сопротивление. Поддержка 96 по 93. Массивчик пока отработали. Но как видите на Сбербанке ликвидности бывало и больше. Тут особенно на 80. Последние две сессии чуть-чуть вот начали шевелиться. Но как минимум надо еще неделя такой активности, чтобы поверить в происходящее. Поэтому покупки тут само собой пока подождите. Пока волатильность успокоится и ликвидность появится. Сейчас посмотрим на дельте. Ну вот что-то пытались, но как-то не убедились. Действительно. Девятого числа полтора миллиона дельта. Потом пятнадцатого тоже. Вчера и сегодня два с половиной. Ну это еще не показатель, но на всякий случай осторожнее. Грубо говоря, если уйдет ценушка под 98, уже точно спекуляции на покупки надо отложить до лучших времен. В общем вот такая вот картина по сберечку. Скажем так, не убедительно. Не верю. Так. Газпромиус. Так. 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 Вот у нас как раз такой ключевой момент. Сто тридцать один с половиной, сто тридцать три с половиной. Спасли как-то уровень осенью. такое если посмотрим за год. Продолжаем. Ну да, на краю фактически. Тут такие уже события происходят. Раз, 27-го, 0-7-го, потом 28-го, 0-9-го тестировали еще раз. И попытка была толкнуть цену за 150. И она закончилась возвратом опять на этот уровень поддержки. Ну, в общем, как ситуация, как момент взять недорого Газпром за год, если брать относительно... То есть ситуация интересная. Ликвидность вроде как бы раскачивается. Давайте посмотрим Дельту. В принципе, как инвестирование в такой ситуации, в такие периоды... Может быть, рисковые. Тоже три сессии, как и Сбер. Сражались. Не на Супер Дельте, но... Будем ждать тогда. Волатильность увеличилась. Сбросили байеров и селлеров. В принципе, это как раз к предстоящим хорошим движениям. Похожая расторговка вот буквально через неделю прошла. Но там Дельта была везде на продажу. Здесь больше похоже на выброс топорей, но, опять же, если в ближайшие дни не будут возвращаться на 138, тогда лучше повремените с покупками, пока не стоит. Так... Рубль. Я, наверное, чат отключу. Ничего полезного там ничего полезного не происходит. Как раз успокоятся дискуссеры. Так... Ну... Нет слов, конечно. 68, 200 по... Даже можно взять самое такое ядро. 68 по 67. Это number one контрольный уровень. И ликвидность, ну, начиная с 5 октября, идет не на шутку. Уже пробили 72, 71, 200 было сопротивление, ну, блокпост, прям последний блокпост. И... И... И тут уже прошли. Поэтому... Будем надеяться, что вернутся в скором времени. Тут плотненько шла ликвидность. Прямо каждая сессия... С одним... Тем же объемом. Так... Сейчас... Проверим еще, на всякий случай, без клейки. Так, март вот-вот только начался. 72,560. Ликвидность 16 миллионов. Посмотрим, что там на споте. Так, 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 есть у нас... Да, на уровне, в общем... На споте пока еще держит. Это радует. Тут, судя по всему, Центробанк мешался. И... Там надо было два раза по тридцатке. По тридцать... А тут 27 только выбросили. Ну... Будем надеяться, что... Этого хватит. Вот это... Массивность из трех сессий на 61, на 63. Там... Такое ощущение, что прям как будто хеджировался кто-то очень объемно. Это... Если все-таки будет... Возврат на 60. Обязательно надо этот уровень пройти. И... Гипер-гипер... Ликвидность в районе 64,5. Это... Как экватор. Пока не уйдут под него... На нисходящую динамику можно и не надеяться. Вот такая ситуация. Давайте сейчас заглянем по дельте. Так... Рубль... Это у нас мартовские бесклейки. В новом контракте, в общем, активность... Более-менее... Вот... Первые... Одиннадцатая... Четырнадцатая... И... Пятьдесят пять тонн... Вот... В пятницу... Коридор... Десять... Десять штук... Даже бросили... Вот... На семьдесят третьей... Видно... Тормозили... Котировочку... В общем... Вот... Коридор... Подтвердят себя... Селеры... В понедельник, вторник... Либо же нет... Посмотрим... Так... И... Спот... Сейчас еще заглянем... Посмотрим, что там на споте... По дельте... На споте... У нас... Вот такая... Картинка... Видите... Даже... Проскакивает... Дельта... На... Стороне... Продавца... Вот... Этот коридор... По сто... Чем-то... Тон... С... Заселлерами... Ну... Вот... Ориентир... Как раз... Да... Тут... Прям... Такая плита... Семьдесят с половиной... Семьдесят... Можно... Так сказать... Возьмите на вооружение... Евро... Так... Перейдем на... Дель... Ай-яй-яй-яй... Дату надо было поменять... Склейка... Летнего и осеннего контракта... 0.8.93 по... 0.8... Просто 0.8... Еще может... Показать себя как... Location на поддержку... уже это раз произошло вот когда 7 и начали уходить и повторить могут поэтому если ниже 08 как-то подозрительно не будут уходить очень долго могут еще сигануть на 1 и 1 допустим второй раз попрощаться как раз будет вторая второе плечо модели и ликвидность идет ровная прям под линеечку каждую неделю в стандартная ликвидность сравнивать даже количеством значений не смысла так и посмотрим чисто текущий контракт самая ликвидная сессия у нас пришлась на среду и здесь само собой надо выделить 0.972 и 0.942 30 тиков плотно проторгованного коридора две сессии второе ядро деформировали понедельник-четверг и сейчас так ну должны принципе если будут пытаться толкать наверх то надо им удерживать котировочку выше этого массива даже более точно 8 06 8 08 85 35 тиков и соответственно возвращаться на 1 в противном случае если на следующей неделе течение даже двух недель даже не смогут попытаться до единицы и 1 вернуть то наверное еще байер не такие уверены газпром потихонечку ликвидность набирает обороты и там ситуация прям уже четвертую или пятый раз подходит такой пропасти уровень там значимый 4 4 или 3 внутри раза уже точно там поддержка была и на хорошей ликвидности и это уже нехороший знак так дельта три сессии одинаковая дельта в общем скоро в открытую будет уже манипулировать значит 4 4 500 4 200 дельта на продажу три сессии порядка отлично тут нулевая в принципе скидывают шорты нормальное явление так теперь еще 15 минутный интервал и фунт ну золото и нефть обычно в самом самую последнюю очередь рассматриваем поэтому после валютных фьючерсов неотдельно будем варать неотдельно будем варать понедельник 10 40 10 65 кто точно сопротивление здесь никаких сомнений вот такой коридор важный то есть на следующей неделе такие маневры на евре киев ну каждую неделю можно увидеть что здесь набросали продаж вернулись потом еще раз набросали продаж так в открытую просто единственное что сомнению происходит это вот с этими маневрами которые они устроили в четверо-пятницу как-то уж дико достаточно такой обвал на европе потом возвращают обратно цену потихонечку ну в общем кажется фьючерс потерял контроль в абсолютном так что завязывайте наверно с валютными фьючерсами особенно с евриком тут абсолютно какой-то трэш происходит значит ноль восемь тридцать ноль восемь пятьдесят семнадцатого числа какое-то волшебство произошло прям потом тик в тик отработали сегодня уровень ноль девять ноль восемь восемь пять сопротивление семнадцатого числа еще с европы штаты даже считались и в пятницу считалось с этим уровнем очень сильно а про вот это событие в шестнадцатого числа тут если брать прям в уж самые такие интересные то вот этот коридор больше всего вызывает интерес ну ядро к сожалению недолго формировали но выделить стоит значит ноль девять сорок ноль девять семьдесят два в основном на шестнадцатом декабре здесь и часть сессия нас тоже числа в общем абсолютно неспособность пробить уровень 08 8509 подтвердит очень агрессивный настрой селлеров и там уже вопрос с поддержкой как там у них получится ну как видите европа и два раза уровень держали прям так здесь у нас фунт на покупках падает удивительно давайте посмотрим склейку стабильно вот прям сессия за сессией буквально вот 16 числа немножко селлеры прошлись вот это наверно вам стоит выделить 10 11 коридор прям уж так в открытую просится здесь какая-то магия точно произошла прям вот одинаковый объем на продажу и этот уровень больше не трогали сразу ушли с недели на снижение ну как видите тут сражались за 1 и 5 покупки вроде были ничего не получилось и тут всю неделю борьба бесполезная но это фичерсы на валюту тут дельта не всегда наилучшим виде даже пути в директ ничего интересного ну в единственный ответ на снижением с дельтой на покупку если сиганут на 1 52 на следующей неделе то тогда понятно будет почему она так в принципе крупные драки могут и месяцами тарица это индекс доллара кто в записи будет смотреть волстит онлайн на фейсбук есть группа там размещается сразу запись свежая и на youtube канале соответственно тоже индекс бакса у сотки прям как заколдованный и сначала сентябрьского контракта вот такая вот прям плита 95 30 96 и 6 потом 98 с копейками тут идет игра так 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 ну надеюсь они прощаются с этим уровнем прощальный маневр потому что здесь я думаю вы заметили за полгода два раза была ситуация пол сто двадцать и больше тысяч контрактов оборот 24 0 8 минимум тут подобрали и ушли на сотку и вот реакция на сотку так как видите эти точки находятся вот в таких позициях координирование максимум минимум четко тормознули объемом и ну в общем присмотритесь вполне могут отработать девяносто девятую девяностое девять с половиной и потихонечку откорректироваться так нефть бренд он же крут ойл он же по 37 с половиной так ну это жесткий фильм проскил надо так ну тут не знаю даже что выделять что не сессия то на снижение я наблюдаю за ликвидностью на фьючер и она все больше и больше с каждой неделей набирает обороты вот была конечно надежда что 43 его будут удерживать но как видите не тут то было 200 оборот вот 4 4 12 и практически вот 200 штук оборот 16 числа то есть тут ликвидность идет на минимумах достаточно такая немаленькая значит массив в этой неделе сконсолидирован тут даже взять вот 38 и 37 ну в принципе модель выстраивается неплохая но в последнее время тут я думаю закономерность неуместна ожидать можно что угодно рынок манипулятивный и интересна мне причина почему так постоянно нужно шортить нефть фундаментальных объяснений крайне мало крайне мало значит позитивные новости будут наверное когда вернуться на 43 более-менее стабилизация хоть какая-то и и что вот если сравнить допустим с летним периодом волатильность уже на снижение все меньше и меньше то есть по сравнению с движениями которые были в сентябрьском уже особенно вот эта точка она прям тяжело идут на шорт заглянем сейчас за кулисы нефтяного зла нету здесь покоя пока вот значит шестнадцатого тринадцать тонн за с с лирами и весь этот коридор весь этот коридор усеян шортами ну в общем сель он желающий лайтсвит крут ойл так начали волатильность раскачивать причем уже несколько раз в разных направлениях и в ту и в ту поэтому тут четкого массива так и не выделить сразу возьмем 35 55 36 75 трудно назвать локации по большей степени коридор для ориентиру ликвидность такая плотная шла как раз с начала декабря 2 числа по 9 тут весь этот шорт особенно вот эти три сессии подозрительные вот первый звоночек на возможное возвращение динамики к 40 к 45 долларов это вот 37 38 надо пробить а потом второй массив в вот эти три сессии 40 41 за что я люблю нефтетрейдеров они прям не парятся вообще по ровным ценам все отлично дельта я думаю там такая же не были попытки смотрите 14 и 15 и даже вот дельта на шорт тихонечко пошла вниз но тут и ликвидность принципе под утихом ну в общем в любом случае с этой площадке долгосрочно опасно заходить и и рано золото золото но тут плита 1070 по 10 даже не 1070 возьмем 1067 по 1085 вот маневр на 1050 1055 посмотрите смогут ли удержать и обратите внимание на 16 число коридор заняли и следующее число на самом минимуме ну не знаю у меня нет слов к ощущению что рынок абсолютно уже монопольно контролирует одна организация для спекулятивных маневров вот у нас пинг-понг получается уже вторую сессию и в какой уровень выпустит цену такой динамики на неделе будет ну третий массив до 1095 вот этот просто Unreal плита ну дальше уже наверно только когда нефть начнет восстанавливаться тогда уйдут выше 1100 такие вот в общем дела пока не пахнет сильно ростом сейчас посмотрим дельта на золоте ну золото хорошо спекулировать интродейт на неделю особенно по там кошмак точно не время еще покупать золото так вот такие вот новости так будем встречать новый год с наступающими праздниками спасибо что пришли не забывайте надеюсь 2016 год будет позитивнее и все постановится будет рынок таким же как и раньше итоги я уже не успеваю итоги давайте я оформлю список и его разместят на волосит онлайн на фейсбуке если вы не против если мы еще начнем сейчас с рейтинг это еще на полчаса у меня уже раз окей все тогда ждите на фейсбук там на выходных либо в понедельник разместят рейтинге по основным инструментом ну либо тогда на следующий волосит онлайн захватим в начале все всем удачи всего хорошего хороших выходных до свидания пока да слава с я рейтинге Продолжение следует...